Трудные места Священного Писания с библейским порталом Экзегет Все понятно, все правильно, согласно, согласно Причем здесь, во-первых, Иудею, потом Эллину Когда я в армии служил, еще в советской, была такая команда На первый-второй рассчитаясь, потом обычно первые номера, там, шаг вперед или что-нибудь еще Когда надо было поделить подразделения на две части, самый простой способ А здесь-то зачем делить? Кто грешит, тот не угоден Богу Кто праведен, тот угоден, ну и отлично И они поделились по своим делам, а не по тому, кто из них какого происхождения Значит, во-первых, кто у нас такой Эллин? Да, кстати, мы не Эллины, но не знаю, кто как, я не Эллин Я русский по национальности Но на самом деле мы скорее Эллины вот в этой классификации Почему? Потому что Эллинами тогда называли далеко не только греков Но и людей греческой культуры То есть тех, кто не был иудеем Иудеи, это понятно, это вот община верующих в единого Бога Исполняющих Моисеев закон И Павел сам из их числа Но дальше начинается сложная история про то, что многие иудеи не приняли Христа И не стали христианами Но это не то, что мы сейчас разбираем Важно, что это вот единобожные изначальные иудеи А Эллины Те, кто поклонялся до недавнего времени А может быть, кто-то из них сейчас поклоняется Многим богам И это могут быть не обязательно греческие боги Это, в общем, язычники Можно это переводить как язычники Так почему же сперва одному, а потом другому Это еще было у нас в первой главе, в 17-м стихе Это впервые там А появилось в 16-м, простите В синодальном переводе Я не стыжусь благовествования Христова Потому что оно есть сила Божия Ко спасению всякому верующему Во-первых, иудею, а потом и Эллину Опять, 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 да Ну, какая разница, кто там первый, кто второй А для Павла невероятно важно Он несколько раз это И потом еще повторит пару раз Что сначала иудей, а потом Эллин Дело не в том, что здесь есть какие-то, знаете Преференции, списки таких своих, да Но иудеи это те, кто поверил в единого Бога И поэтому все, что Господь делает в этом мире Он делает, прежде всего, через народ Израиля Говорит Павел Соответственно, не то, чтобы у них были какие-то совершенно особые Дары от Бога, которые больше никому не достанутся Нет, но эти дары приходят прежде всего к ним Ну, как знаете, вот В современной компьютерной индустрии делается какой-то новый продукт У него есть бета-тестеры Да, то есть люди, которые Прежде всех остальных получают этот продукт И они не просто так его получают Они проверяют его Они обкатывают его, да Они сообщают создателям этого продукта Где надо что-то подправить Где хорошо работает, где не очень И потом уже это выходит для всех желающих Вот, условно говоря, Израиль в Ветхом Завете Это сообщество бета-тестеров У них, правда, все время вылезают какие-то глюки и баги Потому что сами они пользуются этим самым законом Не очень хорошо, не очень правильно Но это ведь тоже выявляет его слабые стороны Кстати, в послании к римлянам будет очень много об этом говорить Что закон, он, ну, не может сделать всего Он имеет очень ограниченное применение И как раз история израильского народа Это прекрасно показывает Можно сказать и так, что в конце концов Христос рождается среди иудеев И по плоти он иудей От иудеев, да И поэтому спасение, которое он развещает Он развещает прежде всего иудеям Апостолы все из их числа Потом, естественно, они расходятся Потом начинается проповедь Но уже после смерти и воскресения А когда Христос ходит по иудее Самарии и Галиле Он встречается с самарянкой Да, там есть такой эпизод Упоминаются эллины, которые к нему приходили Ну, это все разовые эпизоды И это как бы между делом Между прочим А вот с иудеями он проводит основное время И, конечно, все, что мы читаем в Евангелиях В основном происходит среди них Поэтому сперва иудею, только потом эллину Ну, и мне кажется, это вообще очень важный принцип Христианской жизни Вот, знаете, есть разные общества Есть общества элитарные Вот мы элита Эти там смерды, плебеи Они там у нас под ногами копошатся Мы на них ноль внимания Конечно, ничего им с нашего стола не достанется Кроме объедков Либо, наоборот, общество элитарное Равенство там главное И всем все поровну Но вот в нашей стране Большевики заявляли, что собираются построить такое общество Может быть, кто-то из них собирался Кто-то не очень Но что из этого получилось, мы знаем Вышло, в общем-то, еще хуже Да? И христианство предлагает абсолютно другой подход Неравенство, но солидарность В чем разница? Равенство, когда всем один и тот же паек Солидарность, когда у всех разное Но все делятся И смотрите, вот эта благая весть Она приходит сначала к иудеям И задача иудеев не забрать все себе И сказать, мое, никому не дам Но наоборот делиться Наоборот стать проводниками Бета-тестерами благодати, если хотите То есть теми, кто принимает ее Вот совсем-совсем Еще даже, может быть, в незаконченном виде И как раз проповедь, которой сам Павел занимается Она доводит до совершенства эту проповедь Эту весть о спасении Потому что одно дело что-то сказать Одно дело идея Другое дело ее воплощение Продуманное до малейших деталей Уже вот практически какой-то результат Который можно предъявить И в этом смысле, да, иудея бета-тестера Сначала закона Который через них приходит в этот мир И Павел очень много пишет о законе У нас еще будет парочка трудных мест с ним связанных А во-вторых, благодати Которая приходит уже через Христа И, что интересно, это сохраняется Даже после того, как это все пришло Но можно сказать, да, исторически было так Но теперь-то все иначе Вот исторически, допустим Древняя Русь была крещена Эллинами из Константинополя Ну, они себя называли не эллинами Византийцами, ромеями, как они себя называли Но сегодня вполне самостоятельно И даже вот русская церковь И даже там не в очень хороших отношениях С Константинопольской по разным причинам Вот, но Павел говорит Нет, это сохраняется Почему? Почему это иерархичность В мире спасения, где, казалось бы, все равны Еще она продолжает Ибо нет лицеприятия у Бога То есть для Бога никто не лучше другого Как же он, наоборот, сказал, что иудеи лучше, чем эллины, да? Нет, не лучше Сначала им Сначала им, потому что Так сложилось исторически Потому что иудеи, в конце концов Приготовлены к принятию Евангелия У них уже есть целый ветхий завет Который они считают не ветхим А просто заветом с Богом А или нам надо объяснять все с самого начала С того, что богов вообще-то немного А Бог один Это большое для них понятие Которое нелегко, может быть, всем переварить Поэтому, грубо говоря, пока эллины готовятся к принятию Евангелия Иудеи могут его уже принять Вот еще одна очень важная вещь Которая в христианской традиции с самого начала есть Все движутся с разной скоростью В одном направлении, но с разной скоростью На флоте какой есть принцип Что скорость движения эскадры Определяется скоростью самого медленного корабля Ну, понятно, у эскадры есть строй И она не может бросить свой самый медленный корабль Если он, допустим, получил повреждение, его бросают Но он больше не в эскадре Он там сам как-то держится на плаву Пока они придут и не помогут починить Вот, но эскадра идет дальше Избавившись от него А в церкви ни от кого не избавляются Более того, можно двигаться с разной скоростью Лишь бы в одном направлении И здесь дело не в соревнованиях Кто первый, кто второй Дело в том, что кто-то более готов Кто-то более расположен Кто-то более восприимчив Кто-то менее И это неважно Пусть тот, кто более, он получит раньше Получит больше Получит столько, сколько вместит Хватит всем И Павел это специально подчеркивает Но более того, смотрите, он говорит Что это вообще так в мире Скорпица снота Всякому делающему зло И сперва Иудея, а потом Иллина Здесь-то почему? Да ровно потому же Потому что Иудей уже знает закон Потому что он уже делает из него определенные выводы Но если не делает, то это его выбор То же То это его решение За которое он несет перед Богом ответственность Так что действительно оказывается Что иудеи, израильский народ Которому принадлежит сам Павел Это первые те, кто и в спасении Но и на суде Если они отвергли это спасение Оказываются впереди остальных эллинов И вот этот принцип, мне кажется, для Павла очень важен Солидарность Да, иерархичность, но и солидарность Я прочитаю свой перевод Здесь слово Эллина Я заменил словом язычники Потому что таков именно смысл Скорбь и страдания Ожидает всякого, кто творит зло Сперва иудея, а потом и язычника Слава, честь и благополучие Всякого, кто творит добро Сперва иудея, а потом и язычника У Бога любимчиков нет Ну и дальше Павел объясняет, почему это так Но это уже отдельный разговор И опять-таки лучшим комментарием Для трудных мест из послания к римлянам Служит само это послание к римлянам Только, к сожалению, пока его читаешь Находишь этих трудных мест еще больше Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Продолжение следует...